Вот уже полгода, как в Барнауле возводят стратегически важный для города объект. Путепровод, объединяющий две части краевой столицы. Что за это время удалось сделать, как будут строить мост в зимнее время и каков процент его готовности. Сегодня узнаем у руководителя подрядной организации ДСО-4 Николая Данилина. Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый день. Скажите, строительство путепровода длится у нас полгода. На каком этапе сейчас у нас объект? И все ли задуманное удалось сделать за прошедшее время? Да, к сожалению, наверное, не все, но в принципе сделано многое. Самое основное, мы закончили демонтажные все работы. То есть полностью демонтирован маленький трехпролетный путепровод. И кроме двух опор разобран полностью восьмипролетный. Две опоры мы не разбираем, потому что для их демонтажа необходима выборка окон этих технологических, так называемых, ОРЖД. И просто тратить эти окна, они же оплачиваются, да, то есть только на разборку мы не хотим. То есть мы их будем совмещать с какими-то уже монтажными работами параллельно, потому что они нам, в принципе, сейчас не мешают. У нас завершены все основные работы по переустройству теплосети. Здесь удалось в срок все успеть. То есть на сегодняшний день теплосеть запущена, функционирует. Там заканчиваем отделочные, скажем так, работы, которые уже можно и при запущенной сети использовать. И там находимся в стадии сдачи ее сибирской генерующей компании, так как это их сеть. Переносы всех коммуникаций выполнены у нас. И мы приступили к устройству опорных частей. На восьмипролетном, на большом путепроводе мы, значит, сейчас занимаемся устройством бровновидных свай в опоре первой, это ближе которая к пионеру. И на трехпролетном путепроводе мы занимаемся устройством фундаментом, неглубокого заглубления фундамента. Значит, там сейчас занимаемся погружением шпунтовой стенки, и следом уже приступим к погружению туда металлокаркаса и амоноличиванию. Было выявлено, что грунты, которые залегают под сваями, они недостаточно хорошие, скажем так. То есть там есть ряд показателей, которые, к сожалению, не несет. То есть еще укреплять грунт возможно? Да, и там такая, в общем, будет интересная технология применена. То есть мы будем укреплять грунты через тело свай. То есть у нас вот 16-метровая свая сейчас погружена. В ней специальные оставленные трубы, значит, через которые будет погружаться стульно-экционная установка, которая под большим давлением будет водоцементную смесь подавать и укреплять грунты под сваи. То есть мало того, что 16 метров свая, они еще и в глубь будут. А вот такие сложные виды работ, насколько я понимаю, они до холодов закончатся или еще и в зиму зайдут? Ну, к сожалению, теперь уже, видимо, в зиму нам придется заходить, она не за горами. И здесь будем, что называется, смотреть, чтобы нам остаться в том графике, который изначально у нас был с заказчиком согласован. Задачи стоят выполнить опоры, по маленькому путепроводу осуществить монтаж пролетного строения, железобетонные балки. По большому путепроводу задача в зимний период начать монтаж пролетных строений из металла. То есть металл у нас, мы через неделю отправляем специалистов в Тюмень на контрольную узловую сборку. И после этого металл начинает поступать уже с завода сюда, в город Барнаул. То есть работы с металлом, в том числе, они будут вестись в зимнее время, как я поняла? Если мы все успеем по опорам. То есть наша задача, в первую очередь, это вот именно с опорной частью разобраться. А вот пока самая большая, скажем, сложность, это вот именно вот это решение по укреплению грунтов. Потому что этих установок по подобной технологии в России не так много, компаний, которые этим занимаются. Вот сейчас мы находимся в переговорах, то есть когда они приедут. И сейчас будет все зависеть от того, какие сроки по производству работы они нам будут называть. Но в отрицательной температуре они тоже работают. Единственное, у них там предел есть. В морозы они, конечно, не будут работать. А вот вообще, в принципе, в сильный минус, насколько снижаются темпы работы, какие виды работы вообще не проводятся? Ну, все, что касается искусственных сооружений, мостов, путепроводов, в принципе, исходя из практики, исходя из возможностей технологий, работы практически всем можно производить и в зимнее время. Но еще, кроме технических вопросов, есть еще экономическая целесообразность. И, конечно, когда на улице минус 30 или минус 35, проще людей отпустить и переждать эти, скажем, совсем уж отрицательные температуры. Обычно мы где-то до минус 20 работаем зимой. И все, что касается бетонных работ, зимой тоже они выполняются, но это какие-то более-менее объемные работы. Там, где можно конструкцию укрыть тепляком, поставить туда обогрев, плюс на металлокаркас греющий кабель наматывается. То есть, в принципе, конструкция прогревается и позволяет бетону набрать шепорочные характеристики даже при отрицательной температуре воздуха. Не делая ему точно работы какие-то бетонные, площадные, скажем, например, обоналичивание уже там верха балок пролетного строения. То есть, какие-то специфические вещи. Ну, потому что тонкий слой бетона на большой площади, там прогреть будет очень тяжело, и высокая вероятность того, что будет допущен брак, и придется переделать. Поэтому, ну, вот, скажем, вот такие нюансы есть. А все, что касается монтажа металлических каких-то изделий, это все можно спокойно и в отрицательной температуре проводить. Ну, то есть, основные работы, они продолжатся только какие-то? Все, что можно, да, выполнять, мы будем выполнять. Поэтому, скажем, чтобы как раз к весне, опять, к переходу в плюсовые температуры уже доделывать. Сколько в общей сложности рабочих задействовано в строительстве объекта? И вот, опять же, вы сказали, ну, в самый минус будете приостанавливать, как я поняла, работы. Но, в принципе, в холодное время число рабочих не снизится, то есть... Нет, у нас тот участок ДСО-4, который занимается реконструкцией данного объекта, он сформирован. То есть, люди там штатные сотрудники, поэтому они никаким образом там между другими участками не перераспределяются. Наоборот, мы сейчас вот завершили ремонт моста в городе Заринске, и часть людей оттуда перешли сюда на путепроводку. Но это несколько десятков человек? Всего, да. То есть, у наших сотрудников порядка 30 человек, и плюс у суподрядчиков порядка 10 человек работает сейчас. А что можете сказать о привлекаемой технике? Вот насколько серьезные это агрегаты? Все ли они местные, или, может быть, вы откуда-то из других регионов привлекаете? Ну, для демонтажа мы... То, что все привлекали, это все компании Алтайского края. То есть, это краны грузоподъемностью 100-120 тонн. Ну, малая механизация, понятно, там экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, и наши работали, и наемные работали. Сейчас при строительстве бурно-объемных свая установка задействована бурельная. Это тоже наша компания, Алтайская ОМ-8. Ну, в принципе, наши партнеры практически на всех объектах, где подобные виды опорных частей применяются. Ну, установка импортная, ну, а компания сама здесь местная, Алтайская. Вот из-за не местных компаний, это вот сейчас мы находимся в стадии поиска и заключения договора с той компанией, которая будет нам укрепление грунтов под опорами выполнять. Вот этой компании, к сожалению, в Алтайском крае таких нет. У нас нет таких специалистов? Ну, да, то есть нет компаний, которые по этой технологии работают. Мы ввели переговоры с новосибирской компанией, с пермской компанией, с московской компанией. Пока вот больше всего диалог провел с москвичами, поэтому у нас буквально вчера представитель этой компании прилетал, вот здесь на месте смотрел объект, смотрел проектную документацию, те решения, которые проектировщик предложил. Вот сейчас ждем их вердикта, и если все будет хорошо, будем выходить с ними в договор. Вот вы выше сказали, что и часть конструкции в других регионах у нас изготавливают. А вот насколько много, то есть если так соотнести, да, процентное, может быть, какое-то соотношение у нас и в других регионах, и сказывается это на темпах работ, и что с ценой? Как-то цена отражается на этом? У нас, ну, в принципе, все, что, наверное, касается металла, ну, в Алтайском крае металлогических комбинатов нет, поэтому, соответственно, весь металл, ну, так или иначе, это у нас в других регионах. Вот выше уже об этом, да, говорили. Да, то есть, ну, нет, я говорю, даже тот металл, который мы на месте, вроде бы, там, конструкцию изготавливаем, например, металлокаркаса для тех же Бурновихсвайтов, металл-то сам все равно, он, скорее всего, Челябинский, там, Уральский, вот. Но, если говорить именно по изделиям, по крупным, ну, вот металлоконструкция для паралетных строений большого путепровода, это город Тюмень, то есть, они там изготавливаются, ну, это крупный завод, мы с ними сотрудничали, когда мост через реку, старый мост ремонтировали, то есть, они тоже металлоконструкции изготавливали, они на этом специализируются, эта компания, то есть, вот эта Тюменская. Все остальное пока, а, ИШ-пункт, который сейчас погружаем, тоже с тех же сторон, с Урал, с Приврами. Что с ценой не выросло? Цена немножко выросла от момента выигрыша контракта до момента заключения договора уже на поставку, здесь, к сожалению, выросла цена, ну, не скажу, что глобально, ну, достаточно существенно. Потом, в принципе, мы договор заключили, так как у нас контракт с казначейским сопровождением, аванс достаточно большой по нему перечислен, мы рассчитались сразу с заводом, и поэтому цена, в принципе, уже теперь зафиксирована. То есть, не сдвинет сроки особо по строительству объекта это? Вот металл не сдвинет ничего, вот мы, я говорю, у нас пока вот, все, что пока может сдвинуть, это вот, к сожалению, укрепление грунта под буронобедными сваями, потому что это дополнительные работы. По емкости металл у нас, вот металлоконструкция стоит порядка 320 миллионов рублей. То есть, от стоимости объекта это одна пятая часть грубо, то есть, это вот то, что в Тюмени заказано. Летом вы водили вот так называемые технологические окна, когда вот на время ваших работ приостанавливалось курсирование поездов. Зимой такое, возможно, будет? Часть мы уже выбрали, но еще мы там выбрали порядка 10-15% всего общего количества окон. Поэтому остальное у нас будет до конца объект, мы эти окна будем применять. Пока мы их не берем, потому что, я сейчас говорю, мы демонтажные работы сделали, пока вот опять снова не придем в зону основных путей РЖД, мы окна не берем. Надо будет и зимой будем брать, надо будет и летом следующего года будем брать. То есть, у нас последние окна мы выбирать будем ближе к окончанию объекта. Ну, вот нередко в комментариях к новостям про ремонт моста можно встретить такие высказывания, что вот конструкции такие в Китае строят там за пару месяцев, а то и за месяц, а у нас вот, значит, растянули. Почему мы не строим, как в Китае, спрошу я? Вы знаете, я видел видео, как в Китае там разобрали и восстановили путепровод. Вот, ну, судя по количеству задействованных там техники и людей, ну, и вообще подготовки объекта, ну, это, наверное, можно сравнивать с какой-то военной операцией, а не с рядовым объектом точно. И все объекты в Китае так не строят. Это, видимо, стояла какая-то инженерная задача, может быть, для книг рекордов Гиннесса хотели, я не знаю. Вот, все-таки инженерные объекты, ну, они за день не возводятся, да, то есть, как бы то ни было. Это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что объект объекту рознь. И третье, немаловажно, это структура, да, устройство государства. Китай все-таки это коммунистический режим, это плановая экономика, это когда вопрос экономической эффективности, вопрос заработка, он вообще не стоит, да, есть задача, ее выполняют. Я думаю, что если по стоимости посмотреть, ну, такая работа, она как минимум в 10 раз, наверное, дороже, чем плановая работа. Ну, вот вопрос, то есть, я думаю, если бы горожанам сказали, что объект стоил бы там не 1,6 миллиарда, а 16, я думаю, они тоже не очень бы обрадовались. Поэтому здесь надо понимать, что тот срок, который в контракте предусмотрен, он на основании расчета, который проектировщик защищает и проходит, говорит, также госэкспертизу. То есть, никто не даст объект, который можно сделать за месяц, растянуть на полтора года. Срок реконструкции, он такой, какой он есть. Ну, я всегда пример привожу. Как только назовете мне способ, как женщина может ребенка выносить и родить не за 9 месяцев, а за месяц, ну, тогда, наверное, и мы начнем думать, как можно не за полтора года, а за месяц этот объект сделать. Какое сравнение моста и женщины. На сколько процентов мост готов на сегодняшний день? И какие самые сложные виды работ, ну, за исключением тех, что вы уже назвали, вот впереди, до окончания объекта? Ну, в деньгах будем оценивать, да, то есть, примерно сейчас по сданным работам всего 10% примерно выполнено. То есть, те работы по сумме набраны. Но выполнены очень большой объем работ, который по срокам много времени занимал, но не самый дорогой, скажем, в смете контракта, поэтому и вроде цифра такая выполнение небольшая. Как только металл придет, это сразу, по сути, процент выполнения объекта там плюс 30% добавит, потому что, я говорю, металл 320 миллионов стоит, а он изготавливается, да, то есть, поэтому, как бы, если его приплюсовать, то, ну, в среднем где-то можно считать сейчас процентов 20 выполнено физически. Ну, сложные, ну, вот сейчас это опорная часть, низовая часть опор, значит, укрепление грунтов, это будет сложно, новая технология для нас, мы тоже с ней не работали ранее. И, что касается большого путепровода, это такая тоже сложная техническая задача, это вот пролетное строение металлические, там, особенно большой пролет самый, он надвижкой осуществляться будет, тоже, вот, скажем, это инженерная сложная задача. Все остальные задачи достаточно рядовые, те, которые стоят впереди. Ну, и у нас задача стоит до, постараться до конца года закончить с опорами и приступить уже к пролетным строениям. Спасибо большое за ваши ответы, а я напомню, что сегодня с руководителем подрядной организации ДСУ-4 Николаем Данилиным мы говорили о темпах по ремонту моста в районе нового рынка Барнаула. Спасибо, до свидания. Спасибо.